Волшебный день Волшебный день Восполяют лишь тебя Волшебный день В сердце своем Направит лишь тебе боль Силы в силу мы пойдем Пока не встретимся с тобой Силы в силу мы пойдем Силы в силу мы пойдем Волшебный день 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 Воспаляют лишь Тебя Волшебный те, кто в сердце своем Направит лишь Тебе Той Силы в силу мы пойдем Пока не встретимся с Тобой Нас услышь, о Бог, все на души Благослови нашу землю Просим мы Нас услышь, о Бог, все на души Благослови нашу землю Просим мы Благослови нашу землю 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 Бейтесь на Нього, Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас — пристановище. Я віддам своє життя, пусть і жертву Тобі, Ти за мене постраждав на Голгофській Христі. Чим віддам Тобі, Господь, за милість Твою, Все, що маю, все даю, з мого серця хвалу. Ісус, що я віддам, щоб ти не мав, Все на межі Тобі. Ти є Пан на усіх, сюди, де я не був. Там Дух є Твій, Ти, могутній, Господь, Славі по всій землі, щоб віддати, Я мій на межі Тобі. Я віддам ти все те, що мав, Але сам я є Твій. Знаєш, Ти, мій кожен друг, Від зіхання мого, При народження і смерть, Ти віном і давно. Зрав на себе ти міг, Та життя вічне дам, За всі милості Твої, Чим Господь, я віддам, Ісус, що я віддам, Що б ти не мав, Звід нам лежить Тобі. Ти є Пан на усіх, Цю підем я не був. Там Дух є Твій, Ти, могутній, Господь, Славі по всій землі, Чим ти дати, Амінь, Нам лежить Тобі. Ісус, що я віддам, Що б ти не мав, Звід нам лежить Тобі. Ти є Пан на усіх, Цю підем я не був. Там Дух є Твій, Ти, могутній, Господь, Славі по всій землі, Що б ти дати, Амінь, Належить Тобі. Я віддам, Ви все те, що мав, Але сам я є Твій. Що б ти дати, Амінь, Належить Тобі. Я віддам, Ви все те, що мав, Але сам я є Твій. Служіть, Господеві, із радістю, Перед обличчя Його підійдіть Зо співом. Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив, І Його ми, Його ми народ, Та отара Його пасовиська. Увійдіть Його прами з подякуванням, На подвір'я Його з похвалою, Виславляйте Його, Ім'я Його благословляйте, Бо добрий Господь, Його милість навіки, А вірність Його зроду в рід. Амінь. Звучить, я слышу голос, Вон душу пронцает, Переходить вся тьма. Я всем сердцем взываю, Так жажду Господь мой Увидеть Тебя. Я не пытаюсь скрывать свои чувства, Ведь я человек. Взгляду скрепляю, Восправлять ей шов, Смотрю я на крест. Моя скова, На Тебе знаю, Я штормал не буду бояться, Ты моя скова, И не нужно мне На силу свою полагаться. В тишине слышен голос, И в душу пронцает, И уходит вся тьма. Я всем сердцем взываю, Жажду Господь мой Увидеть Тебя. Я не пытаюсь скрывать свои чувства, Ведь я человек. Взгляду скрываю, Проблем нерешённый, Смотрю я на крест. Моя скала, на тебе стою, Я штормом не буду бояться. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, на тебе стою, Я штормом не буду бояться. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, на тебе стою, Я штормом не буду бояться. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, на тебе стою, Я штормом не буду бояться. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Моя скала, и не нужно мне Насилу свою благостно. Как радостно найти Его и жить разом с Ним. Наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, всему другу любовь. Наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, всему другу любовь. Він выше в марч оси, Він выше всіх моих, Він ширше всього всесвіту, найрозумніший мир. Він нас станет, Він нас любит, Він все в нас створит. Как радостно найти Его и жить разом с Ним. Наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, наш Бог, все Богу днём, всему другу любовь. Будемо зараз молитися, діти. Ні, ми ще не уходимо. Скажіть, діти, що про Бога ми тільки що співали? Який Бог? Всемогутній. А ще який? А ми співали, що Він нас знає, і що що ще Він? Христос. Правильна відповідь завжди. І що Він нас любить. Він нас знає, і Він нас любить. Давайте до Бога, який нас знає і любить, ми помолимось. Давайте, закривайте очки, і будемо молитись. Дорогий Ісус, через Тебе ми знаємо насправді, як сильно нас любить Бог. І наскільки добре Він всіх нас знає. Він знає кожну дитину, яка присутня ось тут на сцені, в залі. А так само, які відсутні через хворобу чи через літні канікули. Молю Тебе, Господь Ісус, щоби Ти кожну дитину благословив здоров'ям міцним, зростом. Благослови батьків їхніх. І молю Тебе про дітей хворих, і особливо про дітей, які не мають батьків, пошли їм родини. Дякую Тобі, Господь Ісус, за те, що Твоя благодать є на кожному з нас. Будь благословений. Амінь. І вам благословення, дітки. А зараз до своїх батьків пройдіть по сходах, бажано. Сідайте, будь ласка, дорогі друзі. Прошу пройти вперед, хто підійшов пізніше. Тут є дуже достатньо вільного місця. Ви собі знайдете обов'язково зручне місце. Але треба для цього пройти вперед. Чи знаєте ви, що те, що ми сьогодні тут присутні, живі і відносно здоров'я, це тільки того, що Бог добрий. Тільки того, що Бог добрий, ми з вами тут. Ми не заслужили права жити більше, ніж тих, кого забрала нинішня ніч. Ми не заслужили права більшого, ніж інших, кого зараз немає серед живих. Але ми живі. І ми тут присутні. Тільки того, що він добрий особисто до нас. І саме через те, що він добрий, ми співаємо пісні хвали, щоб нагадати собі, щоб пам'ятати собі, що він Бог Верховний, котрий все створив, а я людина, яка існує тільки того, що він добрий. Він все тримає в своїй руці. І його нічим не можна здивувати, ніяка подія. Ми з вами у наших молитвах подяки. У наших піснях, які прославляють Ісуса, і Бога, і Духа Святого, ми лише можемо визнати, Бог, ти добрий. Ти добрий навіть тоді, коли із нами не все гаразд було впродовж тижня. Але ти допоміг прожити, перейти. Часом Бог не рятує нас від крутих і кривих ситуацій. Але завжди того, хто вірить йому, він посилає свою допомогу і свою присутність. Такий Бог. Такому Богу ми поклоняємось. Такого Бога ми знаємо. Ми будемо сьогодні слухати проповідь про нашу відповідальність у час війни. І взагалі нашу відповідальність в широкому сенсі слова. Але декілька слів оголошень і молитв перед нами є ще зараз. Хочу насамперед подякувати всім, хто молився впродовж тижня про наші команди, які служать дітям і молоді в деяких містах України. З нашої церкви поїхала група молоді в Ужгород. Вони вівторок будуть вертатись. Інша група, яка на Хмельниччині прямо сьогодні буде вертатися. Прийшов просто благословений час. Вони послужили великій кількості дітей і молоді. І це є велике благословіння для них, для нас і для церкви і села, де вони були і міста. Ще одна команда молоді, бо кожен раз це інша команда, від'їжджає сьогодні на Черкащину у місто Корсунь-Шевченківське. Я хотів би всіх, хто сьогодні від'їжджає в Корсунь-Шевченківській, щоб ви встали. Ми хочемо вас побачити і ми будемо про вас молитися. Два, три, впевненіше, чотири. Мені здається, що більше мало би їхати. Добре, ми будемо про вас молитися і так само будемо згадувати, просити Божого благословення на зворотню дорогу братів і сестер, які вертаються з цих місіонерських подорожей. Хочу так само подякувати вам за молитви, я теж на цьому тижні мав подорож, дуже благословенну поїздку на Донеччину, там був фестиваль християнської молоді перший Донеччини. Прекрасний час і мабуть все було би взагалі ідеально, якби не свідомість того, що через пару десятків кілометрів лінія фронту, а на полігоні наші війська тренуються успішно воювати. Ось це все створювало особливий фон, але я дуже вдячний Богові за братів і сестер, які там служать, там живуть, і там є свідками для Христа. Молімося так само про них і про мир. Я попрошу пастора Сергія помолитися про наші команди, які від'їжджають і приїжджають, про Божу охорону, безпеку і благословіння. Давайте ми встанемо для молитви. Отец наш добрий, спасибо Тебе за можливість бути Твоими свидетелями і благодарим Тебя за наших ребят, за братьів і сестер, які сьогодні відправяться служити в це місце. Просимо Твої особливого благословення, силу Духа Твої для них і благодарим Тебя за те, що в Твоїх рухах і мир в нашій країні. І ми призываем Твоє імя на Луганську область, туди, на Донецьку область. Молимо за наших братьів і сестер, які живуть там, які є святом і солью для людей, які знаходяться там. Благословіх, пожалуйста, во ім'я Ісуса Христа. Пусть Твоя милость продліться для нашого народу. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хочу нагадати, що нас щові вторка продовжується літня домашня група тут в церкві. Вона вже не зовсім домашня, тому що вона знаходиться в церковному приміщенні, але формат той сімей – спілкування, молитви, вивчення Слова Божого. Вивчаємо книгу Йони. Поки що будуть нові вівторки, будуть нові теми, але всі, хто хоче приєднатися у вівторок о 19-й годині. Це при умові, що ваша група на канікулах. Тоді ви можете приєднатися до такої спільної групи. До речі, військові дії на Сході по-різному відгукаються так само в нашій церкві. Наприклад, ми втратили нашого співробітника і брата, ну втратили в доброму смислі слова. Його мобілізували. Ми його не втратили і молімося про його життя і здоров'я. Він від'їхав на навчання, і Тараса Виговського має на увазі, тому треба молитись про нього. Але ми, як церква, втратили співробітника, бо він був директором порядку на вулиці. Прибирав наш двір, дивився за чистотою і добре це робив. І ми шукаємо брата, який би міг робити це так само добре. Чи коротший час, чи довший. Якщо ви шукаєте працю, то можете звернутися до адміністратора Віталія, поговорити на цю тему. Нам справді потрібен такий служитель. Будемо молитися і не забувати молитися про Тараса. Хочу так само, щоб ми ще одну справу, яка стосується нашої церковної сім'ї, зробили. Я хочу вам представити двох знайомих людей. Це Марченко Ліллю і Миколу Отрошко. Прошу прийти сюди. Ці випереджувальні, привітальні оплески свідкують про одне. Про те, що Коля і Ліля, які вже більше десяти років, як в цій церкві, які хрестилися обоє в цій церкві в різні роки, звичайно, ходили мимо одного десять років, нарешті побачили один одного. Я от собі деколи думаю, це треба було десять років. Десять років оце чекати. Але кожна справа видатна має свій час. Час ікс. І цей час настав зараз. Коля і Ліля вирішили одружитися. І я хочу, щоб ми з вами, як церква, молилися про пару, яка сформувалася і яка в другу неділю вересня, після другого служіння, планує завершити цей процес шлюбом. А насправді все почати тільки. Бо зараз така лайт-підготовка. А коли ви одружитеся, буде справжня підготовка і тренування нового чоловіка і нової дружини. Молімося про Боже благословіння для сім'ї, яка тільки формується. Це ще не сім'я, вони тільки кандидати в сім'ю. Але хочу сказати, що час, в якій ми живемо, час виклику, час свідоцтва. Молімося, щоб нові сім'ї, які створюються, були сім'ями світла, які би були свідком Божої любові. Давайте ми помолимося про них і попросимо Боже благословіння на цей час їхнього приготування. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти через батьків подарував фізичне життя. Лілі і Колі. Дякую тобі за те, що ти через своїх посланців, свідків дав їм почути про тебе і через Духа свого подарував їм життя вічне, життя з тобою. І дякую тобі за те, що, Господь, дороги їх пересікаються особливим чином, і вони на прозі того, щоб створити нове життя, життя подружнє. Господь, молю тебе, щоб у цей час підготовки ти їх благословив. Готувати своє серце, служити одне одному і служити тобі. Молю тебе, щоб любов, яка є в їхніх серцях, через віру в тебе, щоб вона проростала більше і мала більше ходу. Господь, молю тебе, щоб ти зберіг їх від спокус, і щоб це було в майбутньому те подружжя, яке буде світлом для багатьох. Дякую тобі за те, що ти створив шлюб, і ти його благословляєш. Благослови молодих людей в підготовці до нього. Дякуємо тобі за те, що, Господь, ти посеред нас, і Твоє благословіння є на нас, і так само Твоє благословіння прикликає на Колю і Лілю. Благословений Ти будь. Амінь. Вітаємо вас. Ось, займайте місця. Сідайте, будь ласка. До речі, до речі, Коля у нас, мабуть, самий старий холостяк. Був. Був. І дивлячись на ситуацію Колі, у мене таке враження, брати, що щастя ходить мимо вас. Треба тільки пильно дивитися. Воно десь поряд. Десь поряд. Можливо, ви і не підозрівали, що це саме людина для вас, а виявляється, що це може бути дуже людина для вас. Тому запрошую вас, старі холостяки, молитися. Молитися і просити, щоб Господь відкрив вам очі і робив вас добрими, відповідними, і щоб вказав вам на добру і відповідну людину. Одна сестра віруюча, одружена, ділилася своїм досвідом сімейним і казала, я молилася, щоб Господь мені дав благочистивого і доброго чоловіка. І він мені дав такого. А він не молився, тому має, яка є. Запрошую і хлопців, і дівчат бути таким осмисленим у своїй молитві про майбутню пару. І, до речі, маю ще окреме слово для юних зовсім і зелених молодих людей, тих, кому ще до 18-ти. По закону вам не можна одружуватись, а тому нема чого роздмухувати вогонь, якому нема куди горіти. Якщо і молодим хлопцю, і дівчині, і є що робити разом, то це тільки з одною метою – одружуватись. Всякі інші стосунки непотрібні і незаконні. А тому, молоді люди, якщо перед вами ще нема 18 років і можливості самостійно від батьків жити і будувати свою сім'ю, не треба заводити романтичні стосунки. Вони багатьох покалічили, багатьом ускладнили життя і ввергли в пекельну біль, якої могло би не бути, якби було трохи мудрості стриматися. А виявляється, всякі такі духи кохання можуть покоритися для мудрих людей. Насправді немає нещасного випадку кохання. Ми впадаємо і ми випадаємо. І навколо нас це відбувається регулярно. Тому для того, щоб не випадати, краще не впадати. А для цього прислухайтеся до людей старших, які мають дозвід життєвий і вкладіть свою енергію в навчання, в творчість, вкладіть свою енергію в музику і спорт. Це допомагає. Все, це була моя промова для молодих, завершилась. Хотів би, щоб ми ще разом з вами помолилися про країну нашу. Окремою молитвою, бо скажу, що наша країна у війні. Я тільки два дня чув, як вибухи. Причому це були тренувальні вибухи, бо недалеко, де був табір молодіжний, фестиваль молодіжний на Донеччині, полігон, де навчання проходить. І скажу, що чути вибухи мені було дивно. А потім якось я відчув, що це не таке вже й комфортне відчуття. Це все при тому всьому, що по мені не стріляли. А уявіть собі, сім'ї, родини, по яким стріляють, коли людина не знає, чи не буде вона наступною жертвою, хочу, щоб ми помолилися і продовжили кликати і кричати до Бога. Поки ми не бачимо відповіді, але ми не бачимо і злішого розвитку. Ситуація тупикова, але насправді її створили люди. Це виключно штучна ситуація, штучна війна. І просімо, щоб Бог дав такого смирення і страху Божого в серця політиків, які причетні до цієї війни, щоб вона припинилася. Так само молімося про керівництво країни нашої. Бо друга війна триває в Києві і в кожному місті, там, де є суди корумповані, де чиновники корумповані, де міліція корумпована, там, де беруть взятки, де нема справедливості. Існує війна, і ви, можливо, якщо дивились новини чи читали, знаєте, про стрілянину в Мукачеву. Вона не має під собою іншої логіки, як різні бізнесові незаконні інтереси. А тому молімося за керівництво наше. Тому що розхитати такий мир – дуже тендітна справа. Його легко розхитати і знищити, і дуже важко повернути все назад. Тому молімося про те, щоб Богдав керівництво країни нашої зберегти мир і ще і в цей час проводити зміни для оновлення, очищення всіх органів влади від людей, які привикли наживатися за рахунок інших людей. І так само молімося, бо війна триває і в серцях людей. Війна зв'язана з непримиренням, непрощенням, ворожнечею. Війна зв'язана з пожадливостями, з внутрішньою протиріччям і ворожнечістю навіть самим собою триває в серцях людей. Люди достатньо напружені одне з одним. До речі, кажучи про війну в державі внутрішньо, згадав, що в новому проєкті Конституції, як написали деякі християнські ЗМІ, на минулому тижні з'явилися проєкт нової Конституції. І там зі статті про шлюб вказ забрані слова чоловік і жінка. І, звичайно, це прогнозують, що українське законодавство нове будуть узгоджувати з європейським, американським, де дозволені одностатеві стосунки. І християни б'ють на сполох. На сполох про те, що країна наша, яка у великій мірі орієнтована прохристиянське, стає на шлях відвертого богоборства. Тому, якщо ви бачите які можливості протидії цьому, можна писати листи, звернення. Це можна робити, так дозволяє наше законодавство, наша Конституція. Ми, як християни, можемо висловлювати нашу незгоду з владою, яка діє, можливо, не так. І так само хочу закликати вас до особистого, до того, що може зруйнувати любу систему. Особиста святість і праведність. Колись Римська імперія рабовласницька впала, і не в останню чергу, і не просто під тиском варварів. А Римська імперія була видозмінена силою християнського свідоцтва. Коли чоловік і жінка були вірні одне одному. Коли молодь, яка була християнською, жила благочастиво утримуючись і була прикладом для інших. Коли працівники і навіть раби і рабовласники поводились по-іншому, бо вони вірили в Ісуса. Віра настільки змінювала їхнє життя, що змінилося оточення, атмосфера всієї імперії. Ми, як християни, можемо впливати на зміни любої країни і любої системи, якщо наше життя і наше свідоцтво буде яскраве, видиме. Якщо наше християнське життя буде привабливе, ми будемо жити благочастиво і праведно. А це йде в розріст з тим, як живе суспільство. А тому чинім добро людям. Будуємо, плекаємо родини свої так, щоб любов чоловіка, дружини, дружини чоловіка була яскраво видна через благополуччя сім'ї, через щасливі сім'ї. Виховимо дітей наших, як найкращих в християнському дусі, щоб вони могли бути так само прикладом там, де вони є. Давайте молитися про країну нашу. І я музикантів запрошую, будемо співати так само. Батько Небесний, звертаємося до Тебе з проханням, бо як народ Твій маємо право просити в Тебе милості і благодаті. І зараз хочемо просити в Тебе спільно, однодушно про країну нашу. Ти дав нам відповідальність молитися про народ і про владу. Молимо Тебе про покаяння українців. Молимо Тебе, Господь, про прощення гріхів нашого народу. Молимо Тебе, Господь Ісус, щоб жертва Твоя досконала, вона могла бути дійсною для багатьох, які ще Тебе не знають, або просто знають Тебе формально. Молю Тебе про живий інтерес до віри. Господь Ісус, я молю Тебе, щоб війна припинилася. Війна розв'язана людьми з лихими задумами. Господь, молю Тебе, щоб Ти благословив нас примиренням. Господь, щоб Ти з'єднав розірване. Господь, молю Тебе, щоб ось ті наслідки війни, які багатьом уже очевидні, щоб вони повільно, але були подолані Твоєю любов'ю. Господь Ісус, молю Тебе, котрій даєш людині свободу і право вибору, в результаті чого людина вибирає зло, щоби Ти благословив нас бачити так само, як ми можемо використати і на добро цю ситуацію лиху в Україні. Господь, нам, як церкві Твоїй, дай розуміти своє служіння в суспільстві, служіння миру, служіння любові, служіння добрості, служіння прикладу. Господь, молю Тебе, щоб Ти благословив в сім'ї, бути світлом молодь дітей, щоб церква Твоя була світлом добрих справ, світлом проголошення, щоб ми були тим містом, яке добре видне посеред міста. Господь Ісус, прошу Тебе, щоб війна, яка є в серцях людей, зі спокусами, з ворожнечістю, з прагненням егоїстичним, щоб вона нами, силою Твого Духа, була виграна на славу Тобі. Господь Ісус, молю Тебе, так само про місто наше і мешканців його, благослови мера нашого Володимира Карплюка, благослови його мудрістю в його намірах розбудувати це місто, благослови його мудрістю робити це далекоглядно, як найкраще для добра теперішніх і грядущих поколінь. Господь, прошу, щоб Ти благословив службовців на різних рівнях і кожного з нас, хто працює тут, дай нам працювати по совісті перед Тобою, як для слави Твоєї. Господь, дякуємо Тобі за те, що Твоєм ім'ям можемо благословити кожного мешканця Єрпіння. Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти свою руку і милість продовжуєш. Поклоняємося Тобі і благословляємо Тебе, Святого нашого Бога, якого ми знаємо через Ісуса, скарб наш. Амінь. І будемо співати про Ісуса, який є нашим скарбом. Тобі, дякуємося Тобі. Пока драгоценную чудо-жемчужинку я, наконец, не нашла. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, Тебя приобретаю. Більше мне не нужен этот грусть. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус, сердце замирає. Все сейчас свое я продаю, Тебя приобретаю. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус. Ти моя жемчужина, Ісус. Все сейчас свое я продаю, Тебя приобретаю. Ти моя жемчужина, Ісус. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, Тебя приобретаю. Но ведь это ты меня нашел, И своей кровью приобрет, По кресте страдая. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ты моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус, самая большая. Ти моя жемчужина, Ісус. Сердце замирает. Все сейчас свое я продаю, Тебя приобретаю. Но ведь это ты меня нашел, И своей кровью приобрел, По кресте страдая. По кресте страдая. Песня. 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 Дух, потому что слишком жарко было, или нет? Мне да, потому что я мороз, и мне противопоказано большое тепло. Мы полномочные представители Христа. Так назвал я сегодня свою проповедь. Благодарю пастору Миколу, который предложил мне проповедовать сегодня. Благодарю за его замечательное вступление. Друзья, основной мыслью которого, как мне показалось, и как я еще скажу во время проповеди, война на Востоке, это плохо, но это не самая большая беда, или не единственная, скажем, беда в нашей стране. И вчерашние события в Мукачево, и то, что происходило на прошлой неделе и немного раньше, убеждают нас. Наше общество серьезно больно. И одними такими косметическими приемами, косметическими методами ты не здорово поможешь этому обществу. И в Библии, в Священном Писании есть замечательные рекомендации, следуя которым можно проводить глубинные преобразования. Но эти преобразования начинаются с нас, и через нас будут продолжены в других людях, которым мы сможем, как представители Иисуса Христа, рассказать о принципах Бога, следуя которым любое сообщество может жить благословенной жизнью на этой земле. Итак, мы полномочные представители Христа, и библейский текст, который я взял в основу нашего размышления, находится во втором послании к коринфянам, святого апостола Павла, в пятой главе. Я думаю, что мы посмотрим на то, что Павел писал в коринфской церкви. Вообще само послание к коринфянам непростое. Но прежде чем открывать Священное Писание, смотреть в Библию, я хотел бы, чтобы вы... Не работает. Или работает? Надо научиться пользоваться. Я не знаю, может садиться этот аккумулятор. Включено. Ну, не ради рекламы ради. Не рекламы ради. Рядом со мной стоит 88-летний брат. Я с ним познакомился буквально 10 дней назад. Его зовут Чихович. Леонид Чихович. Это американец белорусского происхождения, скажем так, как любят говорить американцы. Он родился и вырос в Соединенных Штатах. Русский язык выучил в Австралии, работая миссионером среди славян. И мы с ним встретились на съезде русско-украинского братства евангельских христиан-баптистов Соединенных Штатов. Он приехал как человек, возглавляющий или ведущий служение в славянском обществе миссионерском. И мы с ним познакомились ближе за обедом. Нас еще при подготовке к съезду, до того, как съезд начался, кормили в стардомик, так говорят эмигранты. То есть в доме престарелых. Небольшой геориартрический пансионат на 15 пациентов. Очень уютно. Ну, я не знаю, мне не хочется в доме престарелых доживать век. Но если бы пришлось, то в таком доме престарелых можно доживать свой век. И вот мы сидим с ним за, не помню, это завтрак, кажется, был. Сидим за завтраком, друг против друга. Рядом с ним еще сидит две женщины, которые в этом пансионате или в стардоме доживают свои дни. И я у него спрашиваю, так, для поддержания беседы, то об одном, то об другом. И вдруг к нашему столу подходит женщина, которая, ну, я не знаю, которая накрывает на стол, там, убирает. Ее нельзя назвать официанткой, потому что это не ресторан. Ну, вот с этими функциями. Очень красивая. Ну, поймите, я кое-что понимаю в женской красоте, очень красивая. Оказалось, не только я понимаю в женской красоте. Чихович тоже на нее глянул и говорит, ух, какая вы красивая. Эта женщина зарделась румянцем на своих щеках. Я не знаю, возраст ее был, наверное, 30 плюс-минус, там, несколько лет туда или сюда. У нее на шее висела золотая цепочка с крестиком. И Чихович продолжил. Слушайте, и очень здорово, что у вас на шее крестик. Она говорит, взяла его в руки, да, говорит, золотой. А он говорит, я не хочу вас обидеть, но я скажу вам сейчас, почему мой крестик лучше, чем ваш. У Чиховича на шее на обыкновенном шнурочке висел деревянный крестик. Чихович взял его в руки и говорит, я не хочу вас обидеть, но Иисус Христос был распят за мои грехи на деревянном кресте. И для меня это очень важно. Это очень ценно. То, что говорил дальше Чихович, я вам расскажу в самом конце моей проповеди. А мы вернемся еще к этой фотографии. Но вот этому человеку 88 лет. И он ищет работу. Он рассылает свое резюме в разные организации. Я спрашиваю, зачем это вам? Он говорит, пойми, мне есть за что жить, но я хочу помочь еще церкви в Белоруссии завершить реконструкцию молитвенного дома, а для этого у меня денег нет. И я не хочу просить просто деньги. Я хочу их заработать, чтобы переслать в Белоруссию. Я себя спросил, чем ты будешь озабочен в 88 лет, Сережа? Итак, текст Писания. Второе Коринфянам, пятая глава с 18 стиха. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяясь от преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники Христову. И как бы сам... От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это местописание, известное для многих из нас, кто-то помнит его наизусть. Я хочу предложить вам еще современный перевод этого же места, и он звучит так. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с Собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с Собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы полномочные представители Христа. И в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа. Примиритесь с Богом. Я не знаю, многие ли из нас и часто ли воспринимают себя верующего человека в Иисуса Христа, как посланника Божьего на этой земле, в этом мире. Или же, говоря более современными словами, как полномочного представителя Христа. Вообще говоря о посланниках, о послах, о полномочных представителях, у людей есть свои соображения на тот счет, что они из себя должны представлять, какие функции выполнять. И чаще всего это связывается с каким-то протоколом, то есть внешним проявлением этого представительства. Мы можем видеть это на страницах Священного Писания. Я предлагаю посмотреть на место Писания, 4 книгу царств, 5 главу, с 9 по 12 стих. Описывается история исцеления Неймана. Нейман был замечательным полководцем своего царя сирийского, но ему серьезно мешала в осуществлении своей карьеры болезнь, очень страшная болезнь. Вы знаете эту историю, что по совету служанки своей жены он отправился в Иерусалим искать исцеление, но его путь не был безоблачным в поиске исцеления, потому что он представлял это по-своему, как должно исцеление произойти. И в конце концов он пришел к дому Елисея, и казалось бы, все, вот оно, я у представителя Бога на этой земле, и все должно сейчас разрешиться. Но послушаем, что пишет Библия. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И послал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди и омойся семь раз в Вердане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман. И пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А разве Авана и Фарфар, реки Дамаские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и оборотился, и удалился во гневе?» Нам знакома эта история, не правда ли? Она очень типично представляет поведение человека, у которого есть свои ожидания какие-то. Ему трудно выйти из рамок этих ожиданий. Ему кажется, что все вокруг должно соответствовать его рамкам понимания и рамкам ожиданий. И вдруг вот такой прокол. Елисей даже не сам вышел, а послал слугу и говорит, «Иди окунись семь раз». Библия формирует у нас вот это нестандартное мышление, нестандартный подход, который должен вытекать из нашего послушания Богу. У нас может быть масса представлений других людей о том или ином служении или функции. У нас могут быть свои представления, как были они у учеников Господа Иисуса Христа, о такой, знаете, жесткости и серьезности выполнения своего посланничества. Мы читаем в 9 главе Евангелия от Луки, когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. Опять вот они, вестники. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Тоже стереотип понимания, каким должен быть посланник наделен полномочиями, какими он должен наделен быть способностями. И эти люди не первый год ходили с Иисусом Христом, они не первый раз выполняли его поручения. Они возвращались уже с выполненной работой к нему для отчета и говорили, «Господи, и бесы нам повинуются об имени Твоем». И вдруг какие-то, простите, плебеи, пигмеи не приняли их на ночлег. Почему бы здесь не воспользоваться вот этим статусом посланника Божьего, как когда-то, надо сказать, уместно воспользовался Илья? Почему у нас сегодня нет такой возможности доказать людям их неправоту, их обреченность, их перспективу абсолютно безнадежную, их погибельную перспективу? Почему бы нам сегодня не занимать такую же позицию? С одной стороны, чтобы было все протокольно, величественно, строго. С другой стороны, чтобы это было четко, бескомпромиссно, раз и навсегда, понимаемо и принимаемо людьми. А Христос говорит, не надо, не так. И когда я перечитываю и снова перечитываю второе послание Коринфианам, мне интересна та полемика, которую Павел выстраивает здесь, начиная с первой главы, обращаясь к Коринфианам, собственно говоря, к церкви коринфской, понимая, что его там не празднуют. Почитайте второе послание Коринфианам, вы увидите, как будто бы Павел пытается оправдать свое апостольство, как будто бы Павел хочет их уговорить, чтобы они считались с его функцией апостола. И это для Коринфиан не слишком доходит. И давайте посмотрим, как Павел развивает вот свою точку зрения, говоря о статусе посланника и тех формах, в которых это посланничество выражается в жизни апостола. Итак, мы смотрим, что думает Павел о статусе посланника. Первая глава второго послания Коринфианам. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами Васей, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Слышите, братья и сестры, это говорит посланник, который среди всех других посланников был, как мы бы сказали на голову выше, апостол. Апостол, обращающийся с письмом к Коринской церкви, говорит, «У нас скорбь была в Асии. Более того, мы сами в себе имели как бы приговор к смерти. Мы его сами для себя подписали, и мы даже не надеялись, что будем избавлены». Хорошенькое начало, не правда ли, для осознания своего посланничества в этом мире. Ты хочешь быть посланником Бога на этой земле, его полномочным представителем? Подписывай себе приговор к скорбям и к смерти. Далее говорит апостол Павел в своем рассуждении о тех, кто рядом с ним, о тех, кто был в числе получателя его письма. «Многие, которые думали, что посланничество – это ни к чему, не обязывающая функция, соскользнули, свернули, были выброшены из этого пути через аморальную жизнь, через отсутствие верности Богу, через преобладание мирских интересов над духовными». И в пятой главе первого послания он говорит о людях, страдавших этой моральной нечистоплотностью, этим безрассудством, проявляющимся в сексуальных отношениях. В первом послании к Тимофею он говорит о тех, кто потерпел кораблекрушение в вере, потому что погнались за другими ценностями. Оказывается, что твое служение посланничества находится под угрозой компромата либо в твоей жизни, либо в жизни других посланников, которые рядом с тобой. И ты будешь чувствовать себя не очень, или другими словами, очень некомфортно, когда рядом идущий посланник вдруг оказывается запутавшимся, либо в неразборчивых связях, либо в неправильном обращении с деньгами, либо погоревшим на чем-то, о чем Павел говорит, что не слышно даже у язычников. Но при этом ты должен понимать, что ты все-таки призван быть представителем Бога, Его посланником. Дальше Павел говорит, ты можешь оказаться, как и я, в самой неоджиданной ситуации. Второе послание, 2 глава с 12 стиха. Я давно размышляю над этим стихом. И мое воображение рисует удивительную ситуацию, для меня непонятную. Павел приходит в траду для чего? Для благовествования Христе. Это не то, чтобы ему поручили, ну, как сапожнику печь пироги, скажем, или пирожнику точать сапоги. Он пришел, чтобы выполнять свое призвание, для которого он был одарен, для которого он был подготовлен и в котором он уже имел успех. Он приходит в траду для благовествования Христе. Бог реагирует на его приход адекватно. Он, мы читаем, хотя мне и отверстие была дверь Господом, то есть Бог на его стороне. Это не так, чтобы, знаете, он хотел там идти в одно место, дух не допустил, в другое дух не допустил. Здесь допустил дух. Вот тебе, Павел, дверь открыта. Ты одаренный благовестник. Пожалуйста, совершай свое служение. Совершал Павел служение в траде? Нет, не совершал. Развернулся и пошел в Македонию, в обход. В обход. Он не переплыл через этот залив в Македонию. Он обошел его, потратил несколько дней пути. И мы читаем в шестой главе этого же второго, или в седьмой главе второго же послания, он говорит, «Придя в Македонию, я не имел покоя духу моему, потому что извне были нападения, и изнутри страхи». Представляете? Павла, богатыря благовестия, талантливейшего проповедника, а он не может выполнять свое служение. Не может. Не потому, что не хочет. Он не может, потому что рядом Тита не оказалась. То ли Тит заболел, то ли не пришел, но Павел без Тита не может выполнять благовестие. Он уходит в другое место, а там еще хуже. И мы читаем потом послесловие Павла, «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Друзья мои, мы с вами посланники от имени Божьего. Мы с вами его полномочные представители. Но мы украинскую мову конче по трибни один для одного. Мы архиважную роль играем в жизни друг друга. Нам нельзя махнуть, будь бы на кого-то ни было. А, что этот человек, мы без него справимся. Нет. Пример Павла показывает, что мы можем оказаться в неожиданных ситуациях только потому, потому, что рядом с нами не окажется Тита. Дальше Павел говорит о своей ограниченности. В 4 главе на сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. У Павла абсолютно отсутствуют амбиции о своем потенциале, о своих способностях. Он себе четко дает осознание своей абсолютно необходимости или потребности в Боге. И он говорит, мы носим сокровище, это правда, но это сокровище мы носим в глиняных сосудах. И не надо обольщаться, что мы что-то из себя представляем без этого сокровища. Главная ценность, которую видит Павел, находится не в сосуде, а в содержимом этого сосуда, в сокровище. И дальше Павел говорит, что все рано или поздно закончится, потому что мы живем в ветшающем теле, мы смертны. И когда-то эта хижина, наш земной дом разрушится, но мы с нетерпением ожидаем во дворение у Господа. Друзья мои, мне приходилось видеть людей, проповедями которых, которых я просто заслушивался. Я слушал их с открытым ртом. Но на смертном одре они находились не совсем в адекватном состоянии. Я не знаю, почему так происходит. Не знаю, каким я буду на смертном одре. Но апостол Павел время от времени возвращается к этой теме. И он говорит, это все когда-то разрушится. Но мы ожидаем вот этот нерукотворный от Господа дом, жилище в вечности. Вот какой статус посланника, полномочного представителя. Приговор к смерти и готовность к скорбям. Постоянный риск, что кто-то соедет с дистанции и скомпрометирует наше посланничество. Нахождение в непредвиденных ситуациях, когда рядом с нами кого-то не окажется. Понимание, что мы на самом деле только глиняные сосуды. И что рано или поздно наша жизнь здесь завершится. И Бог говорит, вы мои полномочные представители здесь на земле. Вам все еще хочется быть такими представителями? С подписанным приговором, с неожиданными ситуациями, с израдою, якому же выныкнуты поручи. Вам хочется еще быть такими представителями? Я должен сказать, что хочется или не хочется, это в принципе не наш выбор. Вот мы с первого числа или с понедельника захотели вдруг стать божьими представителями, сказали, Господь, если тебе нужны представители, можешь обращаться. Нет. Суть нашего служения, суть нашего посланничества и наше призвание на это, это инициатива Бога. И мы говорим о том, что в 18 стихе это четко видно. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Это он захотел, чтобы какой-то Сергей из какого-то Лисичанска стал его представителем. Где? Там, где он скажет. В Лисичанске, в Луганске, в Вирпене, в Киеве. Я 20 лет назад сказал одну фразу в церкви, смысл о которой я не до конца понимал. Я просто произнес ее теоретически. Мы открывали новую церковь в Благодать в Лисичанске. Было учредительное собрание в кинотеатре. И мы делали опрос, кого церковь видит в роли своего пастора. Я был пастором действующей церкви. А новая церковь почти единогласно попросила меня быть своим пастором у себя. И я сказал тогда церкви, братья и сестры, я очень ценю ваше доверие. Но если мне Бог скажет, Сережа, собирай чемоданы и дуй туда-то, то я должен буду его послушаться. Я думал, это просто теоретический такой, знаете, клише. Ну, продемонстрировать свою зависимость от Бога и послушность. Я после Лисичанка уже в третьем месте жительства жил. И я не знаю, вечер еще или уже, или еще не вечер. Так что, Бог инициатор нашего служения. Дальше мы говорим, что в этом служении мы не своими талантами, не своими технологиями должны пользоваться. Бог определил центральную фигуру, центральную личность для нашего служения примирения. Это Господь Иисус, Иисус Христос. Он сыграл ключевую роль в нашем с вами примирении с Богом. И Он остается центральной личностью примирения для всего остального мира. Не так давно в Украине проводилась целая серия благовестий в разных местах страны о том, что Иисус остання надия людства. Мне хотелось бы перефразировать этот лозунг. Это хороший лозунг, но я бы сказал, что это единственная надежда человечества. Потому что можно набить себе шишек в самых разных поисках, исследованиях, исследованиях, что же поможет нам. И человечество уже через это прошло. И повышение образования, и идеи гуманизма, и улучшение законодательных баз, через все это прошло человечество. Но Христос остается единственной надеждой, и для нашей Украины особенно. Только если люди, не просто страна в целом, не просто народ в целом, если каждый человек, и если таких людей будет как можно больше уверуют в Иисуса Христа как примирителя с Богом, у нас будет шанс на изменение. В этом служении мы можем быть эффективными, полезными и результативными только тогда, когда мы сами прошли этим путем, когда мы сами получили примирение с Богом. когда, как апостол Павел пишет послание к римлянам в пятой главе, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот только тогда мы сможем быть замечательным орудием в его руках. Я вспоминаю свою встречу с главным редактором Лисичанского городского телевидения. После записи одной из передач ведущая попросила меня зайти в кабинет главного редактора. Это была респектабельная женщина, вся из себя, примерно моего же возраста. И она говорит, послушайте, я слышала, что в вашей церкви люди освобождаются от наркотической зависимости, перестают быть алкоголиками. Я ей говорю, ну знаете, наша церковь ничего особенного из себя не представляет, но Бог, Которого мы проповедуем, Христос способен освободить людей от этой зависимости. И она говорит, давайте без таких вот гипотетических и громких фраз. У меня серьезная проблема. Моя дочь 20 лет от роду зависима от наркотиков. Куда я ее только не прятала, где я ее только не лечила. Она возвращается после реабилитации, после лечения в наркологических клиниках и опять берется за свое. Помогите моей дочери. Я говорю, давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Давайте посмотрим, может быть вам сначала нужен Бог, чтобы у вас отношения с Богом были правильны и может быть тогда вы сможете помочь вашей дочери. И она сказала, нет, меня не троньте, в мою душу не лезьте, вы помогите моей дочери, мне не нужно ничем помогать. Друзья мои, примирители со стороны абсолютно не имеют никаких шансов. Миротворец со стороны не имеет шансов на успех, как тот, который послан Богом, имеющий уже опыт личного примирения с Богом. Актуальность этого служения это наличие войны. Если говорить о взаимоотношениях с Богом, то человечество находится в состоянии войны еще с дней Эдема. И это прописные истины для детской воскресной школы. Грехопадение человека, вызванное его непослушанием. Это результат этого лишает присутствия Божьего или невозможность нахождения в Божьем присутствии. Это сопровождается Божьим гневом. И когда люди говорят, почему Бог допускает то или другое, мне хочется спросить, а вообще вы на что рассчитывали? Уйдя от Бога, отказавшись от жизни по Его правилам, принципам, вы на что рассчитываете? И это состояние войны в общем-то не может быть решено со стороны человека. Бог находит исход этой войны не только через наказание, которое Он прописал в Святой книге Библии, в книге Откровения, в послании к римлянам, что возмездие за грех смерть, что и будет смерть вторая, будет вот этот суд, когда и море, и ад отдадут всех мертвых, и будет суд этот. Не только это. Бог предусмотрел другой еще вариант. Если ты грешник, то твоя погибель, по большому счету обеспечена твоей греховностью, но Бог этого не хочет. У Бога есть вариант примирения. И вот это примирение Божье как раз сделано через Иисуса Христа. Я пытаюсь представить себе вот этот вариант Божьего примирения, о котором мы все с вами знаем, что Бог наказал Своего Сына за наши грехи и через Его праведность дает нам возможность быть оправданными. перед Ним не вменять нам преступления, о чем мы прочитали. Я пытаюсь наложить эту кальку примирения на события на Востоке и спрашиваю себя, а могло бы быть разрешение конфликта на Востоке Украины, вот этого вооруженного конфликта таким путем? Если бы жертва чьего-то сына сыграла такую роль, кто бы готов был сегодня при стопроцентной уверенности, что эта жертва будет принята и через нее будет спасение от погибели многих на Востоке, кто готов будет отдать своего сына? Я не готов. У меня есть три сына, но я не готов ни одного из них отдать. Ну, во-первых, у меня нет уверенности, что это сработает, а во-вторых, у меня скорее настроение апостолов, давай лучше огонь с неба сведем. Я говорю это с тем, чтобы мы понимали, какую все-таки жертву принимает Бог заради нашего спасения. Это для нас по благодати спасения ничего не стоит. Для Бога это очень серьезного стоит смерти и страданий своего единородного сына. Смотрите, но вот та война с Богом стала причиной многих всех войн на земле. И нашей сегодняшней войны в Украине тоже самое. Это результат вот этого человеческого отступления от Бога и жизни по своему произволу. Я благодарю пастору Миколу за то, что он уже сказал сегодня, что война на Востоке это штучная война, искусственная. Я хочу изложить свои лично выстраданные принципы понимания вот этой ситуации в Украине, войны в Украине. Итак, первое, я не верю, что война в Украине стала сюрпризом или неожиданностью для Бога, что Бог в прошлом году там в этом, неважно когда, вдруг посмотрел в Украину и говорит ничего себе, вот это доигрались ребята, что это как-то прошло мимо моего внимания Божьего. Нет, я верю в то, что Бог от самого первого дня не терял контроля, не потерял и не потеряет над ситуацией в нашей стране. И это внушает в мое сердце глубокое благоговение и смирение перед Богом. Второе, я утверждаю, и это мое личное мнение, что в Украине нет гражданской войны. Если бы в Украине была гражданская война, мне было бы рискованно приезжать сюда из Луганщины на Киевщину. Мне бы еще более рискованно было оказываться на Западной Украине, если бы это была гражданская война. Я бы сказал, что я косноязычий и потому плохо говорю украинскую мовую, чем сказать, что я был русскоязычным. Однако, я по сегодняшний день говорю на русском языке и еще не слышал ни единственной претензии в свой адрес. Это не гражданская война. Третье, это искусственно развязанный или инициированный конфликт плюс внешняя агрессия, развязанная кремлевскими властями Российской Федерации и становится все больше обнародованных признаков того, что это внешняя агрессия, которая подключилась к этому искусственному конфликту, разыгрывавшемуся в течение нескольких месяцев более года назад на Востоке. Следующий принцип. Следуя мудрой позиции Михаила Архангела, который, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле и не смел произнести укоризненного суда, я стараюсь быть осторожным, чтобы не произнести укоризненного суда, я убежден, что в этой войне больше скрытого во мраке, чем того, что ясно и понятно. Недавно праздновалась годовщина освобождения Славянска, и никто еще не ответил на вопрос, почему люди, поднявшие войну в Славянске, беспрепятственно добрались до Донецка, почему, кто с кем договорился, кто за это или за другое заплатил и какие деньги, и я думаю, что если Бог позволит, чтобы это все было вытащено на свет белый, мы с вами еще будем крепко разочарованы, ни в одном политике, а может быть даже и не в десятке политиков, военачальников, поэтому я беру для себя такой принцип не произносить укоризненного суда до той поры, пока Господь не осветит скрытое во мраке. И последний мой принцип восприятия этой войны базируется на девятой главе книги Даниила. Я больше склонен подражать Даниилу и его действиям описанным в этой главе, которые содержат в себе молитву покаяния о своих грехах, молитву покаяния и исповедания о грехах отцов своих, о грехах всего народа и просьба о милости Божьей для своего народа. И пастор Микола хорошее предложение сделал, которое мы с вами выполнили. Помолились о нашей стране, о наших руководителях, о руководителях городов. Им нужна мудрость, им нужна решительность для того, чтобы строить новые отношения в нашей стране, для того, чтобы жить по библейским заповедям или хотя бы по законам нашей страны. Так вот, взгляд на войну между людьми, я поделюсь еще двумя высказываниями известных людей. Один человек, это наш соотечественник, живший немного раньше, в прошлом веке. Его зовут Александр Довженко, известный кинорежиссер. Я прочитал недавно его книгу киноповесть «Украина в огне». Он написал ее в 43-м году, и советская цензура позволила опубликовать ее более 20 лет спустя, в середине 60-х годов. И Довженко в этой книге высказал одну мысль, я не знаю, его ли это была мысль, или откуда-то он почерпнул, но он сказал, в этой войне «Не будет победителей и побежденных, а будут погибшие и уцелевшие». Мне кажется, это высказывание очень, очень подходит к событиям на востоке Украины. Не может быть там победителей и побежденных, там будут погибшие и будут уцелевшие. И совсем свежее высказывание Юрия Кирилловича Сипко, известный наш брат-служитель из Российского Союза Баптистов. Я с очень большим уважением отношусь к его служению, к его публичной деятельностью. Мне кажется, это один из немногих пророческих голосов современной России. Недавно он написал, комментируя описание запущенного виноградника, ленивого человека из книги Притчей. Он пишет, наследники лентяя, не умея строить, бросают камни друг в друга, нещадно разя тех, кто ближе. Полыхает огонь ненависти, умножаются арсеналы вооружений, народ на народ восстал. Зависть и зло охватывают нации, вовлекая в свою орбиту церкви. Увлеченные схваткой, христиане азартно побивают друг друга камнями, драпированными в словесо любомудрия. Унижать, ненавидеть, судить, бить стало доблестью среди святых. Призывы к любви, к прощению, к единству стали почитаться за ересь. вот на этом фоне, вот при таком раскладе мы с вами названы Библией полномочными представителями от Бога. С таким удивительным, очень непростым статусом, который не совпадает с ожиданиями людей, живущих вокруг нас. И с такой огромной ответственностью, которую возложил Бог на нас с вами. И первым моментом этой ответственности является для нас с вами, находящимся сегодня в собрании, быть самому примиренным с Богом. Если в нашем собрании есть человек, который еще не может утвердительно сказать, что это стало реальностью вашей жизни, я умоляю вас, используйте сегодня как может быть последний шанс для того, чтобы заключить мир с Богом. Он уже уплатил за примирение с вами. Его Сын уже перенес страдания и смерть мученическую на кресте только потому, что Бог решил не вести вас до естественного возмездия за греховность в виде смерти, а только потому, что Бог вас любит. И как Павел говорит, мы от имени Христова просим, умоляем, примиритесь с Богом. Дальше. Нам следует осознать свою причастность к посланничеству. Мы, примиренные с Богом, не имеем другой альтернативы, быть или не быть Божьими посланниками. мы должны быть Его посланниками. Мы должны это осознавать как часть нашей ответственности не только перед обществом, среди которого мы живем, и которое ничто другое не сможет исправить, как только приведение один за другим людей к Иисусу Христу. Но это наша с вами ответственность перед Богом в качестве признательности и благодарности за наше с вами спасения. Ну и самое простое, как говорил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым, будь им. Выполнять надо свое предназначение? Надо выполнять свое предназначение. Как, скажете вы, как я могу выполнить его предназначение в своей повседневной будничной жизни? И я снова обращаюсь вот к этой фотографии. Это ну вот у меня разные слова дедушка, старик, старец, как угодно можете называть. 88 лет. Мне надо 30 лет еще прожить на земле, чтобы сравняться с ним по возрасту. 30 лет. Я такого состояния достигну в 2045 году. Слышите? Кто будет жить со мной в 2045 году? Вот то я буду похож на такого дедушку. Вот этот дедушка за 2 секунды не просто увидел красивую девушку, но нашел возможность зацепить ее и начал рассказывать и когда он взял в руки вот этот деревянный крестик, он говорит, я хочу сюда нанести красные точечки для того, чтобы четче помнить, что мое спасение для Бога досталось не просто так. За мое спасение умирал, проливая свою кровь его сын Господь Иисус. И он спросил у этой замечательной красивой девушки, а вы знаете, что Иисус из-за вас тоже умер? А вы знаете, что и вы можете быть спасенной? Я сижу и не понимаю этого Чиховича, я думаю, откуда ты знаешь, верующая она или не верующая, может она твоя сестра в Господе, может она давно спасена, а для него это не столь важно, потому что кашу маслом не испортишь, если она уже спасена и он похвалился ей своей любовью к Иисусу, так у нее возникнет желание, может быть, вместо золотого крестика одеть деревянно и тоже к каждому вот так приставать с вестью об Иисусе. Я не знаю, не знаю, что достиг дедушка Чихович в этой беседе с этой молодой девушкой, но меня он зацепил крепко. Я хвалюсь знакомством с этим человеком, который в 88 лет ищет работу, рассылая свое резюме, чтобы заработать денег и отправить в Белоруссию, который готов каждому подойти и сказать, что на этом кресте или на таком деревянном кресте был убит Божий Сын ради моего и твоего спасения. У меня вызов к вам, друзья мои, к тем, кто не спасен. Давай примиримся с Богом. Не откладывайте. Ты можешь покаяться собственно перед самой смертью и получить спасение от смерти. Но твоя жизнь будет потеряна. Ты можешь покаяться сегодня и вся твоя жизнь до самой смерти будет приобретена для тебя и для Господа. И ты проживешь ее уже в совершенно другом качестве. Зачем тебе откладывать свое спасение? Если ты спасен, но живешь среди людей, от которых тебе хочется убежать, с которым ты не находишь общего языка, которые, как только ты с ними заговоришь о мире, они готовятся к войне. Знай, что Бог тебя поставил быть там примирителем, вот этим полномочным представителем. Восстанавливай нарушенный мир вокруг себя. Последнее. Давайте расскажем на этой неделе Евангелие хотя бы одному человеку. Не просто гипотетически мы призваны благовествовать всем и вся. Одному человеку с понедельника, лучше с сегодняшнего дня, до воскресения следующего. Одному человеку хотя бы. И так каждую неделю. Подражайте дедушке Чеховичу. Аминь. Благослови вас Господь. Благослови ми будемо зараз молиться и спевать разом. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, который из вас еще не споведал свою веру в Иисусе, то сделайте это. Апостол Балло каже, что мы замест Иисуса просим вас примириться с Богом. Примириться с Богом, кто не примирился. Ты можешь это сделать в тишине, ты можешь заслужить это, пройшевши на сцену, но важно, чтобы твои отношения с Богом знали так иначе. И сейчас, когда мы будем молиться, я так же хотел бы, чтобы мы разом молились за брата Женю. Брат Женя в минулому став в минулому морский пехотинец, а сейчас системный адміністратор, но отправляется на Схід помогать нашим солдатам виживаться. Отправляется, чтобы научить их. И думаю, что, возможно, он может быть тем, который кому-то из них так и вкладывает в виску в ухо про то, что его любит Бог, и до него он может вернуться. Поэтому помолимся, чтобы Бог сохранил его жизнь и здоровье, и помог ему быть в той праце, которую он будет совершать успешным. А так же будем молиться и просить про вернение еще многих. Господь Иисус, хочу разом с церковью помолиться за брата Женю и попросить Твого благословения на его короткостроковую службу. Господь, хочу, чтобы ты благословил его мудростью, Господь, чтобы ты благословил его такою чувствительностью до сердца людских. Господь, я молю тебя, чтобы в тих працах он будет совершать, чтобы он мог быть твоим святком. Господь, дякую тебе за то, что в руки твои можем верить его и твоей благодати просить. На него, так само на нашего брата Тараса. Господь, так само на многих сотен и тысяч наших хлопцов, солдатей, которые на передовом молим про защиту и охорону и молим про мир. Так само Господь Иисус молю тебя про мир в сердцах многих, которые тут присутні. Господь, которые приглядаются до тебя, шукают тебя, но не могут визнать свою веру в тебя. Укрепи их духом своим. И молю тебя про многих жителей нашего и нашей страны, чтобы они могли найти тебя. Господь Иисус, и молю тебя, чтобы нас, те, кто знает тебя, чтобы мы справді были глибоко пройняты нашим покликанням священницким и быть посередниками между тобой и между народом. Молючись за них тебе, а им святуючи про тебя, живого Бога. Господь, ты посилаешь нас в рядущий тиждень, чтобы мы были твоими святками. Хочемо быть верными твоими святками. Дякуймо тебе за силу духа, яку маємо. Дякуймо тебе за твою благодать. Амінь. Мы будем разом спевать орієнтуючись и споглядаючи небо. Потому что мы живем на земле тимчасово, а небо будет вечным. И потому что наша работа, наше служение, оно все сейчас определено с прицелом на майбутнє. Мы с вами ждем Господа Иисуса, которого веримы, встречи с которым сподіваемося и знаем, что Он, когда увидим Его, мы сможем Его славить. Мы не можем знать, каким будет небо, но мы точно знаем, что там мы будем славить нашего небесного Отца. А сейчас разом с музыкантами будем поклоняться Твоей величей славы, что я чую я тоді, чи я буду танцювати, чи застегну ухвалить, чи стоять просто буду, при колена я паду, заспіваю, алюя, чи взагалі слова знайду, Боже, лишь уявляти. Боже, лишь уявляти. Боже, лишь уявляти. Боже, лишь уявляти. Все, что я сделаю, люди свободны, я тебя прославлю. Решу, я прятаю. Решу, я прятаю. Мои души и славы, что не чую я тоди, чи я буду танцювати, чи застину ухвалить, чи стояти просто буду, на коліна я паду, заспіваю в арілунях, чи взагалі слова знайду, можу лишу я пряту. Можу лишу я пряту. Решу, я прятаю. Решу, я прятаю в свої очі, можу лишу я пряту. Можу лишу я пряту. Можу лишу я пряту. Я не уявляю, кого з вас я побачу там на небі. Але хотів би всіх зустріти. Але допоки ми зустрінемося там, зустрінемося наступної неділі знову на наше спільне богослужіння. Благословінь вам! З Богом! Будьте благословенні! Наше служіння завершилось. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор